Привет, дорогие мои! Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить игру «Внутренняя тьма», вторая часть. Мы находимся в гостинице. Мы прибыли вообще началось все с того, что сначала мы были в психушке, куда попали в конце первой части. Но в итоге нас оттуда, судя по всему, как-то вытащил Лоуд Нолдер, который, кроме того, является еще и Лоусом Нолдером. Ну, то есть вы его помните по первой части. И он нам оставил письмо в той квартире, где мы в итоге очнулись, или даже домики, с просьбой отправиться вот в этот городок Аркхемент. Он предупредил, что непонятные они следят за нами. Попросил добыть книгу, которая очень важна именно для нашего дела, из которой охотятся эти самые непонятные недоброжелатели. В результате мы прибыли в этот городок. Надо сказать, он мне напоминает Инсмут. То есть такое ощущение, что все жители нам тут не рады. Но, тем не менее, мы приехали. Ой, стекло кто-то разбил. И сейчас нам, я думаю, нужно переночевать с дороги. Что такое брошюра или газета? Катастрофа на раскопках. Как стало известно, вчера ночью на археологической раскопке, где работает профессор Грэм, и его экспедиция, произошло обрушение. Официальные власти назвали это запланированной диверсией. Полиция взяла объект под охрану. Это что за скрип? Ладно. Заявление сделано одним из археологов, Карлом Хентменом, Хартменом. По его словам, он и его люди работали ночью, и вдруг ему показалось, что возле главного входа мелькнула тень, и раздались звуки, заставившие его подумать, что рядом бродит дикий зверь. Несколько минут спустя, потолок большой галереи возле входа обрушился с оглушительным грохотом, и команда мистера Хартмана оказалась погребена внутри. Что удивительно, мистер Хартмен, по его словам, не слышал взрыва. Полиция выясняет, как крепкий каменный потолок мог рухнуть в одно мгновение, несмотря на мощные опоры, установленные археологами. Инспектор Норман нашел на опорах следы повреждения, указывающие на факт диверсии, но никаких дальнейших разъяснений не последовало. Полиция и жители близлежащего города Аркхаменда пытаются расчистить вход, чтобы освободить археологов. По словам доктора Грэма, до момента обрушения раскопки шли успешно, и его экспедиции удалось собрать массу важной информации, которая могла бы открыть новую страницу в истории человечества. Если бы не это печальное происшествие, им стал бы доступен целый подземный город. Теперь эти вопросы отошли на второй план. Единственная цель сейчас – спасти археологов из-за подни. Профессор Грэм также сказал «Я не могу, ой, я не хочу делать заявление, пока не закончено полное исследование, но я могу сообщить, что в глубинах погребенного города мы нашли несколько залов, в которых стоят прекрасные обсидиумные саркофаги, в которых лежат мумифицированные остатки людей и рептилий». Некоторые из рептилий вполне человекоподобны, другие выглядят точно так же, как ныне существующие виды. Мы также открыли залы с прекрасными статуями и фресками, изображающими людей и человекоподобных двуногих рептилий, на туманных болотах, в темных пещерах и в стенах зданий древней цивилизации, представляющих собой, как мы думаем, именно исследуемый нами подземный город. Если это так, то город некогда находился над уровнем земли, более того, судя по фрескам, в городе использовалась сила пара. В нем работали различные механизмы, например, огромные базальтовые ворота и странные металлические устройства, значения которых нам еще предстоит выяснить. Мы пока не можем даже приблизительно определить размер города, но он составляет по меньшей мере несколько тысяч квадратных километров. Нифига себе! Это получается, они нашли, во-первых, новый вид человекоподобных рептилий, во-вторых, цивилизацию, пользующуюся паровыми устройствами и при этом очень древними. И про это так мимоходом рассказывается в этой газете, я не знаю, тут бы, наверное, вся научная общественность съехала, чтобы со всего мира изучать этот феномен. Ну да ладно, вполне возможно, что действия происходят в параллельной вселенной, и там такие находки, это обыденное дело. Ну не знаю, по-моему, это из рук вон. Так, подожди, что это такое там лежит? Какой-то конверт. Или подожди, это может... Ну не знаю, взять я это не могу. Что за звуки вообще, а? Соседи? Ну дела, надо отметить. Я забыл просто, какие объемные тексты в этой игре. Так, фонарик. У нас есть уже фонарик, да? В смысле, второй? Да, теперь у нас два фонарика. Зачем нам два? Не знаю. Подожди. Почему ты вот это не хочешь потрогать? Да, тут ему, похоже, ничего интересного нет. Но это, похоже, какое-то средство против насекомых. Спички. Ладно, давайте спать уже. Этой ночью мне лучше поспать. Интересно, нас попытаются убить? Как зовет Тулху. Я никогда не забуду тот побег. Это было страшно. У меня после того, как я смог это все проделал, там еще сложно было. Просто дрожали руки. Твою мать. Он Говард сказал? Или что-то похожее просто? Но звук в игре просто капитально подрос по сравнению с первой частью. И четкое его позиционирование сама как-то глубокий стал такой. Но загрузка, конечно. Тихо. Чего-то это как-то не очень хорошо. Что здесь происходит? Где я? Ты попал, Говард. Я тебе могу сказать. Из туалета что-то нехорошие звуки доносятся. Здесь шкафчик стоял. Это не та квартира. Чего такое? Могли крысу устроить такую тряску? Да, открывай уже. Он не хочет открывать. Ладно, наверное, это крыса. Хорошо. Хорошо. Чего-то это не к добру. Некоторые предметы можно толкать или тянуть, удерживая кнопку... Левую кнопку мыши. Ага, вон оно как. Чего упало? Ничего хорошего. В тене дыра. Есть тут кто-нибудь? А ты кто такой? Что вам нужно? Я остановился в этом номере. Я раньше не замечал этой дыры. Кто вы? Пленник, как и вы. Пленник? Именно так. Вы не можете... Не должны уходить отсюда. Двери заперты снаружи. Но это совсем не важно. Ведь снаружи нет ничего, кроме тьмы. Кто запер дверь? Они их заперли. Они заперли их очень давно. То мне... Пусть так и будет. Я не хочу выходить в эту густую, бездонную тьму. Там снаружи нет ничего, кроме безумия. Я... Я чувствую, оно наблюдает за нами. Если вы в своем уме, вы никуда не пойдете. Кто наблюдает за нами? Кто наблюдает за нами? Я не понимаю, зачем кому-то запирать двери? Я не понимаю, зачем кому-то запирать двери. Если не верите мне, откройте двери. Я не понимаю, что здесь происходит. Я должен отсюда выбраться. Я не понимаю, что здесь происходит. Я должен отсюда выбраться. Если вам и правда надо уйти, возьмите это. Только не забудьте. Снаружи нет ничего, кроме вечного безумия. Ключ странной формы. Похоже на верхнюю часть скелета. Ладно. Что еще тут может быть? На этой картине я вижу чье-то встревоженное лицо, а в левом верхнем углу затмение. И я бы не назвал это лицо встревоженным, я бы назвал его срачным. Ну ладно. Затмение. Еще я вижу на переднем плане черный силуэт, летящий в темных облаках. Я не вижу этот темный силуэт, я вижу страшную хрень. Так, ладно. Пора выбираться, по-моему, да? Заперто. Не поддается. Теперь поддается. Блин, сохраниться надо было. Я не знаю, в этой игре, может, убивать могут, в отличие от первой. Но надо сказать, это что-то совсем как-то все плохо. Напомнил о Silent Hill. Именно какая-то темная сущность этого места. То есть, помещения вроде и те же. Это место. Здесь так холодно. И что это за чувства? Кто-то будто, как будто что-то пытается поговорить со мной. Я слышу голос прямо у себя в голове. Это чувство почему-то кажется мне ужасно знакомым. Только я не помню, почему. Опять они. Спустя все эти годы я снова слышу звуки своих детских кошмаров. Сохранимся. Название такое, внушающее сохранение. Кошмар называется. Здесь должна быть лестница. Что-то неясное, злое потрясает. Самая основа моей души. Так, а вторая там надпись, что было? Только где она? Там внизу непроглядная тьма. Понятно. Время у нас почти 2 часа, да? Ночи. Без 15. Так, ну да. Это, похоже, именно та самая непроглядная тьма, про которую говорил тот безумец. Только, судя по всему, он отнить не безумец, а... Бурлаки на Волге. Дверь заперта. Я так понимаю, нам сюда, потому что она как-то по цвету отличается, видите? Это такой недостаток многих... Так, понял. Пардон. Ах ты, не открывается. Я ошибся. Заперта. Не поддается. Там кто-то сидит, или мне кажется? Там кто-то сидит? Я здесь говорю, жду тебя. Да не подходи ты к нему. Твою мать. Офигеть, у него ни глаз, ни челюсти, ни носа это... Чё это вообще такое? Так, ну и сейчас он проснётся, похоже. Надо сказать, что, блин, игра пугает. Пугает. У него получается... Редко каким играм получается в последнее время меня пугать. Хотя чё я вру? Тот же Слендер. Тот же СЦП. Ну вот именно маленькие такие вот, чтобы большие игры меня пугали. Это уже достаточно редкость. То есть уже закалённые этими всякими амнезиями, краефирами. Кто-то ломится? За этой дверью кто-то есть. Я уверен, я слышал голоса, и кто-то пытался открыть дверь. В остальном без изменений. Моя комнатушка. Так, сохранимся. Чё-то у меня ссыкотно как-то. Так, тут всё по-прежнему. Хорошо. Давайте разберёмся, кто там ломится, среди ночь к нам. Я бы после такого сна, честно говорю, ни за что бы не полез в коридор. Тем более в таком помещении. Так, ну тут, я думаю, двери по-прежнему закрыты все. То есть соседи. Да, понятно. Пойдёмте вниз, посмотрим, кто это тут у нас ходил. Тихо. Да, он там был. Он говорил с кем-то. Слышно было плохо, но я уверен, он говорил со стариком. Надо будет от него избавиться. Я его слегка прощупал. Не думаю, что он что-то знает. Сегодня я заберу из склепа то, что они просили. Тогда он уже ничего не сделает. Кто они? Ты кто такой вообще? Что за хрен? И что это было? Откуда они знают, кто я такой? А, они знают, кто я такой. Ну откуда? Я не раскрывал своего инкогнито. Отныне я должен быть ещё более осторожен. Новая мысль. Они меня знают. Они знали обо мне, как это может быть? Интересно, что они такое говорили о том, чтобы забрать что-то из склепа. Ладно. Вообще ночь на дворе, я так понимаю, нет? Лучше за ними не ходить. Я заметил у одного из них нож. И они только что... Блин, не успеваю читать. Лучше подождать с расследованием до утра. Хорошо, всё, спать похоже, лёг наш Говард. В этой части он отличается большим здравомыслием. Большим здравомыслием, вернее. По сравнению с первой частью. Там он ломился и унесло просто как... Козла во время брачного периода. Надо как-то будет в опциях скорость диалогов уменьшить. Потому что если читать всё это вслух, я не успеваю. Особенно если запнёшься. Ну что это было вообще такое? Судя по всему, непонятные враги на шаг впереди нас. Игра пугает. Это хорошо. Сразу чувствуется атмосфера. И как-то она сделана именно в духе игр. Начало двухтысячных. Какой-то такой очень домашний, уютный подход. Я вчера глаз не сомкнул. Кто были эти люди, которые я видел в холле в первом этаже? Как они могли узнать обо мне? Я и даже имени своё никому не называл. Это будет опаснее, чем я ожидал. Мне нужно быть очень-очень осторожным. Но для начала мне нужно зайти в настройки. Скорость диалогов чуть-чуть вот так вот уменьшить. Что применить? Кстати, а что там дополнительное ни разу не было? О, у нас тут всякая фигня. Ладно, это я потом уже в следующей серии всё включу. Потому что сейчас это может у нас просто процесс записи сбиться. Ну и так, в принципе, неплохо всё выглядит, да? Даже без внезантропки. Так, ну ладно. Тем не менее, мы сюда приехали. Нам нужно найти какой-то книжный магазин. И сейчас, по-моему, сутричка самое время этим заняться. Писать не хочешь? Как хочешь. Текстурки, конечно, говно. 89-й год. Так, ладно. Да, нам прямо, по-моему, просто, да? Блин, ну эти звуки. Всё, горькую пьёшь. Добрый день. Здесь всегда так много народа. Ну да, ну да. Раньше было много. Особенно летом и весной. Теперь сюда изредка заходит кое-кто выпить, поболтать. Ясно. Я вас раньше тут не видел, сэр. Путешествуете? Да, можно и так сказать. Что вы можете рассказать мне об этом городке? Что вы можете рассказать об этом городке? Да тут и рассказывать, в общем, нечего. Арк Хамминд – город старый. Люди живут так же, как и жили их предки много столетий назад. Конечно, всё немного изменилось после Нордбриджской войны. Население выросло. В центре начали строить многоквартирные дома. Зато в старых районах есть дома такие древние, что даже мой прадедушка не знал, когда их построили. К несчастью, несколько лет назад нам объявили, что в этих районах началась эпидемия. Полиция никому не позволяет входить туда, так что вы вряд ли что увидите. Какая эпидемия? Мы точно не знаем. Они никому не говорят. Только мне это кажется подозрительным. Я вообще не верю ни в какую эпидемию. Расскажите мне о жителях города. Расскажите мне о жителях города. Ну, мы верны старым традициям. Нам очень нравится жить так же, как жили наши предки. Мы даже до сих пор празднуем кое-какие древние праздники. Я помню, как дед рассказывал мне историю про ведьм и говорил, что от некоторых районов надо держаться подальше. Многие здесь до сих пор верят таким сказкам. Особенно из-за слухов про всякие места, которые во время войны использовались как убежище. Я должен вас предупредить. Некоторые заходят слишком далеко. Они совсем темные и не любят разговаривать с чужаками, так что вы тут поосторожнее. Понятно. Что вы можете рассказать мне о пире червей? Что вы можете рассказать о пире червей? Это старый книжный магазин. Им управляет Генри Лоренс. Кроме книг, там есть кое-какой антиквариат. Только учтите, Генри не жалует посторонних. Он и с нами-то предпочитает не общаться. Живет вдвоем с женой. Изредка он приходит сюда выпить. Один. Потом тихо идет домой. Я слышал, что он воевал во время Нордбриджской войны. И это единственное, о чем он всегда готов поговорить. Кстати, сэр, а зачем вам пир червей? Я им не буду говорить, естественно, что я туда за книгой приехал, которая, судя по всему, очень важна для нас. Я им сказал, что я писатель, собираю материалы о Нордбриджской войне. В письме сказано, что я не должен раскрывать своего имени. Я писатель, собираю материалы о Нордбриджской войне. Правда? Несколько лет назад сюда уже приезжали какие-то люди. Расспрашивали о войне. Не думал, что это еще кого-то заинтересует. Если понадобится помощь, я к вашим услугам. Я вырос на рассказах об этой войне. Спасибо, я обязательно это учту. Врать нехорошо. Ну, так-то да. Похоже, место не слишком-то популярное, одни алкашики сидят, да? Похоже, место не слишком популярное. Я единственный, кто сошел здесь с поезда. Да, Архамендт старый город. Ничего интересного для туристов тут нет. А кто остановился в соседнем номере? Кто остановился в соседнем номере? Там сейчас никого нет. После того, как последний постоялец покончил там с собой, никто не хочет в нем жить. Почему он покончил с собой? Почему он покончил с собой? Никто не знает. Сначала заперся в номере, а потом выпрыгнул из окна. Никаких предсмертных писем или записок не нашли. Только какие-то мрачные стихи. Кто он был? Старик. Местный. Но я его не знал. Слышал, что он был поэтом. Это не тот ли человек, которого мы видели во сне? Ладно, спасибо. Мне нужно идти. Спасибо. Мне нужно идти. Не такой уж и вредный этот бармен, как я говорил поначалу. Вообще, я бы первым делом, я не знаю, раз такая движуха пошла, связался бы с местными органами правопорядка, сообщил бы, что народ какой-то следит за мной, подслушивает, ломится ко мне в дверь, что они собираются вскрыть. А, нам же нельзя вообще перед местными полицаями. Ну вообще, под полицию нужно держаться подальше. Забыл-забыл. Ладно. Алкашики. Алкашики спит, смотри, свинья. Озвучка такая. Ладно. Так, ну все, пошли. Давайте искать этот книжный магазин. Честно говоря, у меня есть такие подозрения, что нам там ничего не светит. Что нас эти парни уже опередили. По тому, как развиваются события. Попробуем найти этого Генри. Блин, ну загрузки, конечно, в игре долгие. Сейчас посмотрим, хоть как город выглядит в дневную пару. Не думаю, что это будет особо красивое зрелище. Дыра еще та. День второй. Расследование начинается. 22 февраля 2012 года. Скоро будет 23 февраля. И мы будем пьянствовать. Я шучу. Так, ладно. Где он может быть? Какая-нибудь вывеска, я надеюсь, будет. Мне кажется, я пошел не совсем в ту сторону, куда нам нужно. Мне кажется, нам он туда куда-то. Так, если я туда пойду, то это будет очередная подгрузка. Поэтому давайте мы сначала тут осмотрим все досконально. Может, где-нибудь здесь это находится. Скажем, а тут что? А тут у нас прям край эфира. Я помню, там в таком месте задаем маньяк с бензопилой гнался. Было страшно. Так, куда же идти? Тут у нас еще один переход на другую локацию. Но вроде он говорил, что прямо за углом, за поворотом. Здесь, я так понимаю, еще одно, да? Да. Давайте все-таки двинемся вон туда тогда. Оттуда мы приехали. Или подожди. Нет, оказалось, не отсюда ли, подумал. Мы пришли. Давайте сходим сюда. Поищем тут. Вообще по городу маленько походим. Смотримся. Не, совершенно не здесь. А, понятно. Не сюда. Так, это у нас. Тут у нас ничего. Ладно, давайте тогда туда, в эту аллейку, пойдем. Блин, ну круто, конечно, игра, когда именно с видом от первого лица и полностью с трехмерным перемещением воспринимается совершенно по-другому. И надо сказать, что я не могу сказать, что тут подход хуже или лучше. Просто совершенно по-другому. Мне туда... А, ну ладно, хоть так. То я думал, мы сейчас будем нарезать круги по локациям, куда нам даже идти-то не нужно особо. Короче говоря, я думаю, что вот именно для квестов все-таки больше нужна статичная камера. Блин, да куда идти-то? А вот такая камера, как здесь, и такой манер передвижения, это все-таки получше для... Так, сюда можете? Для именно хорроров. Вот мы пришли, похоже. Но в этой игре как-то неплохо все реализовано. Пир червей. Это то самое место. Отлично. Посмотрим. Живет как затворник, говорите, да? С женой. Ладно. Что за эпидемия вообще творится в городе? Мне кажется, там отнюдь не эпидемия. Или просто полицейские что-то скрывают. Это, я думаю, мы скоро узнаем. Ну, офигеть, да, целый район города отгородили. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Чем могу служить? Я ищу книгу под названием «Воспоминания о былом». Да, у меня есть эта книга. Но я отложил ее для человека, который заказал ее еще месяц назад. Так что, боюсь, у книги уже есть покупатель. Отлично. Она еще здесь. Я должен ее получить. Вам не кажется, что месяц – достаточный срок, чтобы забрать заказ? За ним просто не приду. Простите, молодой человек, я не могу отдать вам чужой заказ. Таковы правила магазина. Понимаю. Я ищу книги о Нортбриджской войне. Вас интересует эта война? Да, я писатель. Я хочу написать книгу об этой войне и стараюсь собрать как можно больше информации. Да, я писатель. Я хочу написать книгу об этой войне и стараюсь собрать как можно больше информации. Великолепно. Будь я помоложе, сам бы это сделал. Я так мечтал написать об этой войне. Понимаю. Ведь вы, как я слышал, сами на ней воевали. Очень хотелось бы, чтобы вы рассказали о пережитом вами. Это очень помогло бы мне в работе. С удовольствием, юноша. Приходите, когда будете готовы. Спасибо. Я очень вам благодарен. Еще до меня доходили слухи времен войны и про некие особые места, убежища. Вы о них что-нибудь знаете? О, да. Это был настоящий ужас. Сам я ни одного не видел, но другие солдаты находили там, внутри, страшные вещи. Иногда это был такой кошмар, что такие дома сразу сжигали. Подробно нам никогда ничего не рассказывали, но слухи ходили повсюду. Слухи о погребениях в нелепо огромных подвалах старинных домов, об украденных могильных камнях со странными надписями, изуродованных останках животных и о вопящем существе, из-за которого двое солдат сошло с ума. Боже, я никогда ни о чем таком не слышал. Это все замалчивалось. Как я и сказал, дома по большей части сжигали, пока про это никто не узнал. А обсуждать свое прошлое с чужими жители нашего городка не любят. Понимаю. Кстати, молодой человек, могу я спросить, как вас зовут? Говард. А меня, Генри, приятно познакомиться. Может, я немного тороплюсь, но вы мне уже нравитесь, Говард. Это хорошо. Вы, похоже, хороший человек. Так что, насчет той книги, о которой вы спрашивали, вы правы. Я не думаю, что за ней еще придут. Можете ее купить. Хорошо. Она была написана здесь, прямо во время войны. Так что вам она пригодится. Это было бы прекрасно. Она в подвале. Сможете взять ее сами? Вы найдете ее на полках. У меня проблема с ногами. Подарок с той самой войны. В последнее время стало совсем плохо. Обычно мне помогает жена, но сегодня она плохо себя чувствует. Конечно, Генри. Я с удовольствием схожу сам. Голосок у главного героя, как будто он, я не знаю, даун какой-то. Но в остальном, согласитесь, это просто шикарно. Так, ну что, пойдем возьмем книгу. Вы не против? А где же НАТО? В подвале, что ли? Я каких-то лестниц наверх не заметил? Так, ну посмотрим. А в опящем существе два человека сошли с ума. Офигеть. У меня опять же, блин, такие аналогии с этим золом ктулху. Когда там, помните, военная операция пошла, солдаты начали зачистку инсмута. Как будто это вот было давным-давно. Именно в тот же самый городок мы прибыли и просто уже по прошествии лет шестидесяти. Очень много параллелей. При том, что игры делали совершенно разные люди. Совершенно разными целями. Так, вы знаете, я сейчас думаю, я эту книгу возьму и произойдет что-то страшное и нехорошее. И там, возможно, даже с Генри. Поэтому, думаю, на этом нам эту серию нужно завершить. Собственно, развязку, как обычно, самое интересное оставим на следующую. Надеюсь, вам нравится. Так же, как и мне, игра просто шикарная, на мой взгляд. Очень книжная, очень атмосферная. Увидимся завтра в среду. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok